Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я научу тебя играть одну из песен жанра постпанка группы Дурной Вкус под названием Пластинки. Прикольная песня, есть что поиграть в самом начале. Ну и сама по себе песня не супер-то сложная, поэтому бери укулеле в руки и погнали учиться. Как у нас с вами получатся песни, я показала в конце ролика, но начнем мы с вами со вступления. И будет звучать следующим образом. Начнем мы, как ни странно, с правой руки. Я вам рекомендую здесь играть или все большим пальчиком, вне зависимости, что сейчас мы будем играть, или же более такой хороший профессиональный вариант чередованием пальцев. Когда у нас с вами идет на одной струне сразу несколько нот подряд, одних и те же, я это играю не одним пальцем, а делаю чередование, то есть указательный средний, указательный средний. Это даст более плотному, хорошему, тянучему звуку, поэтому попробуйте сначала отдельно порепетировать на каждой струне. Вот такое вот движение, а потом уже, собственно, соединять с таблатуркой. В тех моментах, где у нас с вами будет скачок, например, нотка сыграна на одной струне, а другая на другой, таким же самым образом играется чередование, например, одну струну я сыграла в среднем, например, далее указательным, или наоборот. То есть я не сыграла все одним пальчиком. Вступление, оно довольно-таки простенькое и техничное, написано при помощи таблатур. Если кто не знает, что это такое, то обязательно посмотрите вот этот ролик и возвращайтесь сюда. Ну и также вам объясню устно, что, где, как зажимать и играть. Для начала зажимаем с вами второй лад на третьей струне, играем его два раза. Далее играем открытую вторую струну. Затем зажимаем ее на первом ладу. Тоже играем два раза. Далее спускаемся на первую струну, играем третий лад один раз. И затем эту же струну, но открытую. Получается следующее. Далее во втором такте мы с вами играем просто открытую первую струну. Причем обратите внимание, у нас первая нотка записана в таких вот скобочках. Это у нас залюгованная нота, и по правилам мы ее не играем. То есть получается, вот мы за первым тактом сыграли три ноль. Она как бы, эта нотка звучит дольше. Как бы мы залезли на следующий такт и взяли там взаймы немножко времени. И дальше обыгрываем первую струну. Давайте мы это предложение соединим в медленном темпе. Получается. Дальше третий, четвертый такт. У нас в принципе что-то там есть похоже. Также начинаем с третьей струны на втором ладу. Сыграли ее два раза. Также потом вторая открытая струна два раза. На первом ладу зажатая. А вот дальше идет опять открытая вторая струна. И открытая третья струна. То есть получилось, как бы спустились вниз. Обращая внимание, на четвертый такт также в скобочках мы эту нотку не играем. Продолжаем играть на третью струне открытые три нотки. Затем спускаемся на вторую струну, зажимаем третий лад. Играем его два раза. И также эта струна открытая. Соединим вместе третий, четвертый такт. Теперь давайте для полноты картины соединим эту всю строчку. Также, если что, можно чередование играть, как я уже говорила ранее, от указательного к среднему, так и от среднего к указательному. То есть все-таки смотрите, постарайтесь для начала, если для вас это новая техника, взять что-то один из этих вариантов, стараться всегда играть, например, указательный средний. Кто уже чувствует, что может быть более маневренными, можете миксовать. Дальше вторая строчка, пятый такт, такой же, как мы уже играли ранее. И вот в конце шестого такта у нас идет немножечко видоизменение. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу, затем ее на втором. То есть получается. Продолжаем также играть эту зажатую струну. Сколько у нас там раз получается, скажу сейчас, пять раз. Далее на этой же струне мы продолжаем с вами играть на первом ладу нотку, и затем мы вновь ее открытую. Все играться будет у нас по открытым ноткам. То есть три нотки на второй струне. Затем на первой струне две нотки. И на третьей. Давайте, чтобы у вас не было каши в голове, сейчас соединим полностью вторую строчку. То есть с пятого по восьмой такт включительно. Теперь соберем полностью эти две строчки. Далее третья строчка играется точно так же, как и первая. Далее заключительную четвертую строчку мы половину играем, как вторую. То есть тринадцатый и четырнадцатый такт у нас играется, как пятый и шестой. А вот пятнадцатый и шестнадцатый такты уже видоизмененная концовка. Там мы сохраняем также вторую струну на третьем ладу, играем ее с вами пять раз. Далее мы дотягиваемся мизинчиком на пятый лад первой струны, играем его. Далее открытую эту же струну. И завершаются у нас полностью семь открытых ноточек на первой струне. Давайте соберем четвертую строчку полностью. В медленном темпе соберем полностью вступление от начала до конца. Музыка Разбор на укулеле Когда мы с вами поиграли всю эту красоту феерии, время, собственно, куплетов и припевов. И для начала нам нужно выучить аккорды данной песни. Первый аккорд аккорд ДМ. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу и четвертую и третью струну на втором ладу. Следующий аккорд А диез по другому Б бемоль. Зажимаем с вами полуное баре на первый лад или можно сажать нижние две струны на первом ладу. Дальше мы с вами зажимаем третью струну на втором ладу и четвертую струну на третьем. То есть у вас может получиться вот такой вот вариант аккорда или вот такой вот. В принципе, сути роли не играет. Посмотрите, кому как удобно переходить с аккорда на аккорд. Кому сложно и непонятно, что такое баррей, как же с этим работать и тем более его зажимать, то на канале есть целый отдельный видосик. Обязательно посмотрите и возвращайтесь сюда. Следующий аккорд, аккорд G-M. Зажимаем первую струну на первом ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И третью струну на втором ладу. Заключительный аккорд, аккорд А. Зажимаем третью струну на первом ладу. И четвертую струну на втором. Все вместе. Получается D-E, A-D-E, G-M и A. Такие у нас аккорды будут и в куплетах, и в припевах. Так что вот вам и раздолье. Если тебе нравятся мои образовательные ролики, и тебе хочется играть сразу на хорошем инструменте, да еще и обучаться на нем без лишней воды, то специально для тебя я выпустила подписную укулеле-аккулеле, да еще и дополнительные аксессуары к ней. А также я написала интерактивную серию книг, где наглядно я рассказываю и показываю, что за чем идет, и в итоге ты сможешь научиться играть на укулеле. Всю подробную информацию оставила по ссылке в описании, ну а также в QR-коде, который сейчас находится на экране. Но мы продолжаем. Когда слева рукой более-менее понятно, что же делать вправо. Так как песня сама по себе в жанре постпанк чаще всего она монотонная, это означает, что вы можете взять какой-то определенный бой и играть его от начала и до конца песни. Бой вы можете брать абсолютно любой, который вам нравится, я же вам предложу три самых популярных. Первый вариант, вариант тройка. Когда мы с вами играем вниз-вниз-вверх, то есть по-другому раз-и-два-и. И этот бой мы с вами играем два раза на один аккорд. Получается... Следующий вариант можно взять бой шестерочка, ваше любимое. По-другому это мы с вами играем вниз-вниз-вверх, вверх-вниз-вверх. Со счетом это будет следующим образом. Раз-и-два-и-три-и-четыре-и. Раз-и-два-и-три-и-четыре-и. Будьте внимательны, на три там должна быть пауза, не спешите играть на неудар. Раз-и-два-и-три-и-четыре-и. Данный бой мы с вами играем один раз на один аккорд. Еще один холодный день, текут да-то просто ле-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-ч чуть более акцентированно прислушайтесь этот рисунок мы будем играть с вами один раз на один аккорд в принципе они все подойдут на ваше усмотрение креатив выбирайте то что вам нравится что у вас больше всего получается и играйте и в куплетах выпивел их где там только может ну а кто не хочет играть один бой на всю песню вы можете миксовать например пятерку взять сыграть в куплете потом какую-то шестерку в припеве в общем смотрите слушайте и что по итогу вам нравится больше я же возьму вашу любимую шестерочку чтобы звучать более ритмичней и покажу как это будет со словами первого куплета еще один холодный день идти куда-то просто лень да и никто сегодня не звонит и Аж во дне опять остыл, Но манга в фильме Silent Hill Все тот же скучный, надоевший вид. И, собственно, таким же образом у нас с вами продолжается припев. Приходи ко дне, Слушаю старые пластинки, Девайка меди, И вторая Габриэла Эстинга Мир сошел с ума, Надоело, что там снаружи Давай до утра Старые пластинки слушать. И дальше после припева у них в оригинале начинается такой солек. Я же решила вас не мучить, и вы можете просто в этот момент сыграть проигрыш Один раз связку, или два или четыре, кому нравится, кто подольше любит поиграть аккорды. Просто те же самые аккорды, на которые мы поем. То есть D, M, A, D, E, G, M и A. Вот такая красота. Дальше второй куплет, соответственно, припев таким же самым образом и исполняется с тем же самбоем, который выбрали ранее. Какая жуткая тоска, и время стынет у виска, и ближе к ночи все пустых огни. А я устал чего-то ждать, я не хочу ложиться спать, но снова страшно, я заню тебя. Теперь про него мы не забываем. Приходи ко мне, слушай старые пластинки. Девай комитет Питера, Габриэл и Стинга, мир сошел с ума. Надоело все там снаружи, давай до утра. Старые пластинки слушать. И по идее после этого припева у нас с вами начинает играться вступление-проигрыш, который только что мы с вами учили. Это вот эта штука. В принципе, кто хочет запариться, пожалуйста, играйте. Кто не хочет опять повторять вот эту вокалистцу пальчиками, то можете опять сыграть проходку тупо аккордами. После данного проигрыша у нас с вами опять повторяется припев. Однако, он немножечко тут измененный по словам, поэтому будьте внимательны. Приходи ко мне, слушай старые пластинки. Лена Гаймариси, Дэвид Папир, Габриэл и Стинга, мир сошел с ума. Надоело все, что там снаружи, давай-ка вчера старые пластинки слушать. И в конце можно сыграть просто удар вниз на аккорд М. В принципе, на этом песне вся и строится. Теперь для полного понимания соберем ее от начала до конца. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все тот же скучный, надоевший вид Приходи ко мне, слушают старые пластинки Питера Габриэла и Стинга, мир сошел с ума Одоело все, что там снаружи, давай до утра Старые пластинки слушать Такая жуткая тоска, время стынет у виска Ближе к ночи свет пустых огней А я устал чего-то ждать, не хочу ложиться спать И снова страшно, я звоню тебе Приходи ко мне, слушают старые пластинки Дивайн-комеди Питера Габриэла и Стинга, мир сошел с ума Надоело все, что там снаружи, давай до утра Старые пластинки слушать Субтитры создавал DimaTorzok Не ходи ко мне, слушают старые пластинки Лена Нори Мориси Дэвид Паверна, Кюр и Стинга Мир сошел с ума Надоело все, что там снаружи, давай как вчера Старые пластинки слушать Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях Я постараюсь на все ответить По традиции, пиши в комментариях, что в следующий раз мне разобрать Песню, мелодию, может быть какую-то музыкальную тему Но я также хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня финансово на Бусти Вот эти ребята Взамен они получают клевые ништяки Весь раздачный материал, дополнительные фишки, плюшки, приколюшки Ну а самое главное, мое почтение Ну а меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok